Кто этот человек? Кто отвечает за противовоздушную оборону страны? Все бросились сочувствовать Елабуге в Татарстане, а про Белгород забыли, и это правильно, потому что лучше о грустном не вспоминать. Под раздачу попал кто? Правильно, НПЗ ЕЛАС нефтепродукт и общежитие Элабуга, или Алабуга, неважно, там собирали дроны, там производили топливо для российских танков. И теперь все. Как это могло произойти? А теперь вопрос, как это стало возможным? Каждый из вас уже насладился взрывами в этой Елабуге и в Татарстане. Татары, местные жители, местный покоренный народ смотрят, как горят предприятия на их территории и должны задаться главным вопросом, а не пора ли выйти из состава Российской Федерации? Как это сделать правильно, мы будем объяснять на этом канале в будущем, и мы во многом специализируемся на этом, поэтому все подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы называем вещи своими именами. Мы должны выяснить, что же туда прилетело в эту Елабугу. Название такое странное. А есть мнение, что туда прилетел украинский беспилотник Бобер. Но этот Бобер подрос. Если вам показалось, что вы видели в Елабуге Аристофича, то это вам только показалось. Он выполняет сложное, секретное задание. Но сегодня мы не будем этого российского пропагандиста выводить на чистую воду. Тут намного все интереснее. Что же туда прилетело в эту Елабугу? Чтобы посмотрели люди, как выглядит сам этот беспилотный летательный аппарат. То есть, ну, это легкомоторный самолет. Да, Бобер определенно подрос. Я бы назвал его украинский аэробус. Нет, есть мнение, что там были западные комплектующие. Но, с другой стороны, если в российских ракетах находят западные комплектующие, это же не значит, что НАТО воюет с Украиной. Правда? Но мысль задаться вопросом, а кто же отвечает за противовоздушную оборону в Российской Федерации, она прекрасна. Она мне очень и очень нравится. И самое прикольное, что там на болотах начали задумываться, а вдруг это не Украина? Вдруг это Казахстан? Позвали даже генерала Боярышника. Давно его не было в кадре, и тут он заподозрил неладное. Это не украинские дроны. Это таджикские, казахские, азербайджанские, армянские. В общем, вариантов много. А почему так получается? Потому что если ты живешь как негодяй и проповедуешь вот это поведение на территории своих соседей, то правило простое. Получи фашист гранату. Да, да, безусловно. Чтобы понять, откуда запустили. Не факт, что запустили с территории Украины. Но для этого сначала надо не гадать, а чтобы наши спецы четко определили место взлета и траекторию его полета. То есть у тебя остаются два варианта, либо с нашей стороны, либо с западной стороны. Есть еще у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, потому что те степные районы, которые находятся в северной и северо-западной стороне, они практически безлюдные, кто не знает. Они не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провести можно что угодно. Генерал-лейтенант Боярышник только что выдал военную тайну. Оказывается, Нарашка так готовилась к войне с НАТО, что у нее тут целые дыры в ПВО. Это должно напрягать не только жителей Белгорода, но и пока еще оккупированного Татарстана. Что тут важно? Давайте-ка разберемся. В некотором роде это действительно рекорд. Люблю рекорды. Да, мы объяснили российским фашистам, что за каждый удар по украинской территории будет ответ. И сегодня мы празднуем, отмечаем очень важную дату. На территории Российской Федерации, по крайней мере в европейской части этой пока еще большой страны, не осталось безопасных мест. И это здорово. Я вас поздравляю. Ну, я не знаю, может быть в Мурманске еще можно как-то укрыться. Но вот на авиабазе Оленья я бы этого не делал. Значит, что там в этой Елабуге было? Значит, там построили завод по производству иранских шахедов. Они почему-то называют их Ласковогеранью. Но туда прилетело. И очевидно, это лишний раз подсказывает о том, что специальная военная операция идет по плану. Идет по плану в Татарстане. Что мне еще нравится? Тут на нечистоты, на российские пропагандисты исходили после визита Джейка Салливана в Киев, что вот, мол, Байден запретил украинцам атаковать нефтеперерабатывающие заводы. Но прилетело в этот Елаз нефтепродукт. А он очень интересный, этот нефтеперерабатывающий завод. Потому что он один из пяти крупнейших. Там есть еще в Омске очень крупное предприятие. То есть самое большое в России, и если кто-то ориентируется в географии Российской Федерации, да, учим географию Раши с Кириллом Будановым и Василием Маляком, то этот населенный пункт находится непосредственно на границе с Казахстаном, который сейчас массово российские пропагандисты обвиняют в том, что именно с их территории прилетело. Я не знаю, не было времени выяснить, откуда прилетело, но тут же вопрос в чем? Вопрос в том, как работает российская управляемая система ненависти. Они говорят, не Путин ***, не Путин негодяй, а вот украинцы плохие, казахи плохие, все плохие. Хотя, вот если хочется разобраться, кто здесь является негодяем, достаточно послушать российское телевидение. Они там все четко и правдиво говорят, главное научиться их понимать. Вот самое опасное в этой истории, это сплав действительно сатанизма с идиотизмом. Так, вот я абсолютно согласен, что управляющие этим процессом, это люди, которые перешли грань добра и зла, которые ради своего политического выживания, сохранения денег, они готовы пойти на все, и они вот абсолютно уже, что называется, во тьме. Ну, чисто российской верхушки. Идиотизм, сатанизм и гомосексуализм. Вы услышали, они поэтому тоже очень сильно переживают. Но, знаете, у них же всегда так. Вот они пытаются управлять этой ненавистью, а сами являются кем? На букву П. Там есть еще какие-то буквы, но по факту россиянами управляет Ры, первая буква П. И, конечно же, это абсолютно не связано с сексуальной ориентацией людей. Значит, прилетело. И теперь все морщат репу. И задаются вопросом, когда это все закончится? Забегая вперед, скажу, никогда согласны, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. Когда я Киев возьмем, тогда закончится. Беспредел с беспилотниками. Пока будем продолжать отражать эти подлые терроритические выходки в режиме такой повседневной деятельности. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а который привык бить из-под тяжка. Можно Днепр ГЭС взорвать и Киевскую ГЭС тоже взорвать. Ну, прекрасно. А потом чего? Вот смотри, у нас вот прямо сейчас, да, Министерство обороны Российской Федерации нам докладывает, что вооруженные силы нанесли высокоточный групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины. Цели достигнуты, объекты поражены. Но при этом, да, вот несмотря на то, что это идет уже систематично, да, что наносятся повторные удары. А как же ж так? А что это в Агисе опять свет дали? Значит, плохо бьем. Мы должны честно сказать россиянам, когда российская армия возьмет Киев. Ответ честный – никогда. У вас будет отрицательное наступление на Киев в районе Омска, Казани и других городов, где производят оружие и боеприпасы. Мне нравится подход, что мы специализируемся теперь в части ударов не только по НПЗ, а и по военным объектам. И чтобы там кто не говорил про общежитие, это все в пользу бедных. Если даже это было общежитие, то наверняка там базировались иранские инструктора, иранские инженеры, ну и какие-то другие плохие люди. Нацисты. Вопрос, который вот без всякого преувеличения, это и руководство, наверное, политическое руководство страны должно в этом плане задать вопрос. Даже не тот вопрос, как это стало возможным, а первый вопрос. Кто отвечает за противовоздушную оборону этого участка территории страны? На болотах реально очень бурная реакция. Хотя мое убеждение, оно не изменилось. Мы слишком мало бомбим российские города, и по Елабуге прилетело. Был красивый, конечно, взрыв, все здорово. Но, как мне кажется, мало взрывчатого вещества, надо больше. То есть разрушительная сила должна быть ярче. Ну и, да, как говорит Картопалов, там жили мирные люди, которые в 9 утра приходили на мирные заводы по производству мирных ударных беспилотников шахет, которые мирно бомбили украинские города. Нет, ребята, так оно не работает. И что самое интересное, откуда это все берется? Бомбить надо их больше, да. Откуда это все берется? Это не песчаная пыль из Сахары. Это украинская буря. Украинская людь. И будет больше. Еще раз, когда мы анализируем удары по российским объектам, никогда не надо забывать, что они здесь творят. И в некотором роде это действительно ответка. Но, мне кажется, слабенькая. Ну, давайте проанализируем, как радостно обсуждают удары по Украине российские нацисты. Те самые, которые восторгаются Геббельсом. Ну, и другими. Да, тем самым Геббельсом, который является дедушкой Оли Скобеевой. То есть, по сути, продолжают все эти террористические атаки. Ведь что такое удар по Илебеге? Это ведь не удар по какому-то военному объекту или промышленному объекту. Это удар по общежитию, где живут обычные люди. Поэтому мы четко должны это понимать. С террористом всегда сложнее справиться, чем с обычным военным противником. Я сегодня, кстати, прочитала, что оказывается, то, что мы там бьем по всяким этим ТЭЦ, ГЭС и так далее, это все на самом деле нужно выводить из строя украинскую атомную энергетику. И тут я хочу, наверное, поставить многоточие, потому что, видимо, люди просто не помнят, что было в 86-м году, и вообще, что из себя представляют атомные электростанции, каким последствиям это все может привести и так далее. Но вот такие советчики у нас уже теперь тоже появляются. Ну, это ничего удивительного в этом нет. Во-первых, люди, которые об этом говорят, это даже не образованно, а это просто... Критично. И если мы уже говорим о российском народе, о населении, то кто его таким сделал? В первую очередь, Владимир Путин и вот эти вот товарищи. Смотришь на Гаспаряна, на любителя Геббельса, я не знаю. Этот, кстати, парень, он девочками тоже не интересуется, как и многие в Государственной Думе, хотя в Госдуму его не взяли. Сразу понятно, настоящий русский. Он объясняет этническим русским, почему они должны сдать в Украине. Ну, а те, соответственно, его слушают. А потом его же народ обзывает их вот такими вот нехорошими словами. Какие вот мысли. Бомбить по украинским АЭС, АТС, гидроэлектростанциям. И самое странное, что при этом они думают, что им за это ничего не будет. Значит, по Татарстану есть важное объявление. То есть, в принципе, можно все подряд. Это было бы на то желание, ну, хорошо, в нашем случае не желание, было бы на то распоряжение Министерства обороны или приказ Верховного Главнокомандующего. Поэтому, понимаешь, если здесь в случае с ТЭЦ идет точная работа, то есть у тебя есть точное понимание, где какой объект расположен, и ты его выносишь. Ты понимаешь прекрасно, да, что если завтра будет поставлена задача, чтобы вообще на этом месте можно было сделать бассейн-хутор под открытым небом без подогрева, то туда прилетает несколько таких бомб, и сам по себе вопрос ремонтно-восстановительных работ через два, через пять, через пятьдесят лет уже будет неактуальным. И этот негодяй тоже считает, что мы мало бомбим российские города. Надо работать над этим, надо исправляться. И вы видите, вот они говорят, что они бьют по украинским ТЭЦ и соответствующим объектам инфраструктуры для того, чтобы сломать Украину. А получается, что можно в эту игру играть вместе. Я все-таки думаю, что нужно над этой темой работать больше и посоветовать российским производителям, например, перенести производство из Елабуги в Комсомольск-Намури. Это туда, ближе к Японии и Китаю. Но какой главный выбор напрашивается после прилета украинских дронов? Не то Бобер, не то Аэробус в Татарстан. Вывод прост. Российская противовоздушная оборона мертва. Мы, украинцы, потомки великих ухов в российском небе, чувствуем себя как дома. Тут, наверное, Владимир Путин может вслух сказать свою любимую фразу про один народ. А мы будем сжигать российские оборонные заводы. Значит, может ситуацию исправить Шойгу и Герасимов? Едва ли. Но вот товарищ полковник Ходоренок чувствует, что нескольких генералов не мешало бы и расстрелять. Я думаю, что здесь несколькими не обойдется и можно себя не сдерживать. Все равно умирать. Так хоть российские массы порадуйте. Назовете их пятой колонной, агентами СБУ, ГУРа, ну и дальше, как вы любите. Можно лишить парочку генералов ушей. У них это сейчас модно. Но полковник Ходоренок все-таки настаивает, что должен быть ответственный. Первый вопрос, с которым надо разобраться. Кто вообще в целом единолично отвечает за противовоздушную оборону страны в пределах не только европейской части, но и всей территории страны? Кто несет за это единоличную ответственность? Как в прежние времена говорили. Кто этот человек? Кто отвечает за противовоздушную оборону страны? Это первый вопрос. Второй вопрос, который надо задать, после того, как выяснится это обстоятельство. Потому что тут тоже, между прочим, ответ на этот вопрос далеко не однозначен. Казалось бы, мы сразу должны знать главнокомандующего воздушно-космическими силами. Но тут еще вопрос, кому и в какой степени ему подчинены существующие на данный момент времени оперативные объединения воздушно-космических сил. Это первый вопрос. И вот второй вопрос. Располагал ли соответствующий военачальник, если, конечно, такой найдется еще, соответствующими силами и средствами для отражения ударов подобных средств воздушного нападения? И, собственно говоря, может быть, этот вопрос уже пора и переводить из области дискуссии в область практических мероприятий. Поскольку мы и раньше говорили, что необходимо срочно... Да, кстати, перед тем, как говорить о том, что необходимо сделать, все-таки надо сказать, что даже в руководстве воздушно-космических сил есть достаточно сильное течение, его представляют, значит, определенные военачальники там, что организационная штатная структура этого вида вооруженных сил на данный момент времени оптимальна, и ничего там не надо менять. Вот это суждение глубоко ошибочное, поскольку надо менять, и менять надо срочно. Во-первых, в этом виде вооруженных сил надо разделять ударные и оборонительные функции. Так было в Советском Союзе. Были воздушные... Были ВВС и ПВО. Потом многие страны эти два вида войска объединили. Кстати, в Украине там работает точно так же. Но то, что они дребезжат, ищут ответственных, как раз и говорит о том, что Белгород уже не жалко. Но ничего. На каком-то этапе вы придете к выводу, что и Елабуга вам не очень-то и важна, и нужна. Главное, чтобы тепленькие студии в Москве сохранились. А вот тут стабильности нет. Гарантии тут выписывает только Кирилл Буданов. Вам нравится думать, что это делают кто-то там на Западе. Но вот мы фиксируем, что западные газетенки в части того, чтобы не сжигать на российские НПЗ, могут и немножечко лукавить. Я просто хочу напомнить в части НПЗ. А помните, как год назад даже более они по Кременчудскому нашему заводу, нефтеперерабатывающему, радовались и рассказывали, что таким образом они нас освобождают. Так вот, еще раз. Все можно делать вместе. И безопасных мест на европейской территории не осталось. Вы знаете, я, готовясь к нашему видео, даже проложил маршрут от Киева до Елабуги. Смотрите, есть несколько вариантов. Ну, вот если ехать через Москву, то получится 1914 километров. Это реально много. 2000 километров пролетел украинский дрон и врезался в тот объект, который был у него заложен в полетном задании. То ли еще будет. Они не понимают, что радиоактивное облако придет на территорию Российской Федерации и на территорию Республики Беларусь. Для них это все не очевидно. Они искренне полагают, что там будет какой-то кокон, который, собственно, опылит исключительно одних лишь селюков. Это серьезная очень проблема. Настоящий русский с фамилией Гаспарян объясняет этим товарищам, которые живут на российской территории, почему нельзя использовать ядерное оружие. Пытается нас как-то обидеть фразой «селюк». Но, знаете, мы на это не реагируем. Мы знаем, что мы потомки великих «**», и нам этого достаточно. Мы выкопали Черное море, наши эстонские друзья, и не только эстонские, на Балтийское, и мы этим горды. И за свой хутор, сколько бы не использовалась фраза в отношении украинцев, хуторяне, мы российских оккупантов будем уничтожать. И если потребуется, на российской территории. Есть способ это все прекратить. Путина в пи***ю, на шибы на цю. Каждый российский гражданин ищет в транслейторе, что это значит, и подписывает соответствующую петицию. Ну и, конечно же, подписывается на мой YouTube-канал. Слава силам обороны Украины дали Буде все для сбройных сил в самом широком смысле этого слова. Потому что мы-то говорим «ЗСУ», но понимаем под этой аббревиатурой всех мужчин и женщин, которые с оружием в руках, воюют за эту страну. Ну а те, кто в тылу, помогают им. Все же просто. До зустречи. Елабуги, привет. Татарстан, пора проводить референдум о выходе из состава России. ТНР. Татарстанская народная республика. Гойда. Пожалуй, одна из самых поразительных вещей в украинских угрозах, что они их всегда выполняют. Помните, как Россия смеялась, когда Украина при выходе России из зерновой сделки сказала, что она будет уничтожать все российские корабли, которые будут в Черном море? Россия посмеялась, но теперь ей не смешно. Украина сказала, что она разрабатывает дальнобойные беспилотники и будет их использовать для атаки вглубь России по военным объектам и военным предприятиям. Россия тогда тоже подумала, что ну это какой-то прикол. Правда, смешно перестало быть намного-намного раньше, потому что уже были атаки украинских беспилотников на российские, собственно, объекты топливной инфраструктуры и военные объекты. Правила игры вновь поменялись. Вновь увеличен радиус поражения украинскими дронами российской территории. 1200 километров. Вот сколько теперь могут пролетать украинские дроны. Об этом нам говорит прилет в НПЗ в Нижнекамске. Именно такое расстояние от ближайшей точки, откуда Украина могла запустить беспилотник. И, конечно, остаются люди, которые предполагают, что это все может быть запущено с российской территории. Один из них, кстати, Руслан Левиев, который предполагает. Но, если вы посмотрите на эти беспилотники, если вы посмотрите на их размеры, если вы попытаетесь представить, как можно фактически беспилотник размером с легкомоторный самолет пригнать через границу, найти для него аэродром для запуска и беспрепятственно, значит, запустить и отправить в полет к НПЗ или Калабуге, ну, тогда у вас очень богатая фантазия. Поэтому, на самом деле, ну, многие аналитики сходятся в том, что это именно украинские дроны, и запускаются они именно с украинской территории. И сегодня мы поговорим с вами о нескольких вещах. Ну, во-первых, про эту атаку и как она меняет правила игры, что теперь придется делать России, почему России станет в несколько раз сложнее. Ну, а второе, мы наконец-то поговорим с вами про эту Алабугу, потому что я давно хотел это сделать. Это один из самых выпиющих случаев, потому что Россия натурально Хамас с ядерными ракетами. Почему я так говорю? Потому что в этой Алабуге они буквально берут подростков, зачастую несовершеннолетних, и заставляют их там собирать дроны. Я не шучу. Это не поклеп, это не, там, не знаю, какая-нибудь либеральная источник. Они сами этим хвастаются, они сами это показывают, дети сами это рассказывают. Ну, как дети, давайте честно, да, подростки 16-17 лет, это не дети, особенно, когда они уже студенты. Но, тем не менее, они буквально берут, и, собственно, в три смены вот этих самых студентов, в кавычках, Алабуге, они их заставляют там работать. А потом заламывают руки и говорят, ах, украинцы бьют по российским студентам в Алабуге. Так кто этих студентов поставил на военный объект собирать военное оружие, дроны, камикадзе? Я вас спрашиваю, кто это сделал? Ну, в общем, такой натуральный прям Хамас, который прикрывается подростками для того, чтобы, когда наносятся удары, заламывать руки. С Украиной это не сработает, очевидно. Ну, то есть, типа, Украина прилетела по объедному объекту, поразила военный объект, все, будет поражать его дальше. Тем не менее, собственно, для того, чтобы вы вообще поняли, что там в этой Алабуге происходит, в том числе записывается этот ролик, потому что, наконец-то, есть повод об этом предметно поговорить. Но для начала давайте в целом про этот удар. Итак, удар совместный с СБУ и ГУР вместе, ответственные за эту операцию, по крайней мере, как заявляется. Дроны пролетели большое расстояние, в одном случае тысяча, в другой стороне 1200. Собственно, Нижнекамск, это тоже Татарстан, но он подальше немножечко, чем Алабуга. А Алабуга находится под Елабугой, километров 10. Это такая специальная экономическая зона, и раньше, когда ее делали, предполагалось, что это будет такая вот, не знаю, российская кремниевая долина, что-нибудь такое. Действительно, там какие-то западные компании выкупали доли и даже планировали размещаться. Но после начала войны все оттуда ушли, а там начали производить вооружение. Ну, собственно, как это произошло, мы обсудим с вами чуть позже. Все видели, наверное, эту запись, как один из дронов пикирует, и, соответственно, там большой взрыв. Ну, то есть, дрон нес на себя фактически общежитие вот в этой производственной зоне. И, собственно, это единственная фотография разрушения, которую мы видим. Но проблема в том, что сообщается о двух дронах. Поэтому моя гипотеза в том числе заключается в том, что второй дрон упал в цех, просто этого никто не покажет. Ну, потому что это показывать запрещено, а там с телефонами вообще отдельное отношение. В любом случае, даже если в цех не упал, сама возможность долета так далеко, она уже ярко демонстрирует возможности Украины. Ну, и параллельно в Нижнекамский НПЗ прилетел, тоже украинский дрон, а то и два. Но, говорят, там один, значит, не долетел, а второй долетел и попал в важнейшую установку. Собственно, это в НПЗ. И, собственно, теперь будет проблема, опять же, распространяющаяся проблема у России с этим НПЗ в том числе. Вообще, мы отдельно с вами поговорим про российские НПЗ и про прилеты по ним дронам. Просто я никак не могу сделать этот ролик, потому что информация все время обновляется. Вот, например, вышла большая публикация, которая показывает, как это устроено и даже говорит, что активно в этих дронах, которые бьют по НПЗ, используются технологии искусственного интеллекта. Ну, в общем, об этом, я надеюсь, в ближайшие дни мы сможем с вами поговорить предметнее. В любом случае, что это меняет? Почему эти удары обсуждают так активно? Дело в том, что чем больше возможность покрытия украинскими дронами российской территории, тем больше нужно двух вещей. Первое, это перевозить, собственно, производство или какие-то такие вещи дальше, если есть такая возможность. То есть уже это не является защищенным, ну, не то же защищенным, а это недоступным объектом. Второй вариант, это как раз защитить эти объекты больше. Ну, то есть что нужно для того, чтобы защитить от дронов? Нужна система обнаружения радиолокационная и нужно ПВО, которое будет с этим разбираться. Что касается этих дронов, что с ними может разобраться? Это могут быть панцири, это могут быть мобильные группы. Да, сейчас Россия начала, по примеру, Украина как раз создавать мобильные группы, то есть такой пулемет, ну, такой пулемет-зенитка на машине, и они будут ездить и сбивать. Но в чем проблема? Почему это, ну, сработает не так эффективно, как в Украине? Когда бьют по Украине геранями, вот этими самыми шахедами, да, которые собирают в этой Алабуге, значит, это прям рой идет. Ну, то есть их какое-то количество, и вот берет под контроль мобильная группа определенную территорию, и вот там они рассредоточенно ездят, сбивают. Россия огромная, дроны, которые летят, летят скрытно, обнаружить их заранее не получается, когда они прилетают, ну, вот над слепыми зонами российского ПВО. Поэтому, ну что, эта мобильная группа поедет, я не знаю, из Ростова-на-Дону в Воронеж, а потом, значит, поедет в Татарстан, ну, как вы себе это представляете? Я с большим трудом. В любом случае, как будто бы прям эффективного механизма все эти дыры закрыть нет, а ПВО столько тоже нет, поэтому остается либо пробовать это ПВО откуда-то, перетаскивать, да, то есть его группировать где-то там, я не знаю, у военных объектов, у военных производств, и всего остального, потому что резко нарастить невозможно. У России так мощности практически до предела разогнаны для производства, в том числе ПВО. Ну, либо сворачивать производство там, где они делают, ну, либо просто, чтобы люди там умирали, я думаю, что у России с этим тоже все нормально, как бы нет проблем, пусть прилетают. И поэтому вот эта вот проблема с российским ПВО, она будет для России шириться, потому что Украина делает большую ставку на дроны, в том числе Украина активно рассказывала, что возможность у дронов по расстоянию, к которому они могут прилететь, увеличивается. Дроны, кстати, эти делают, в том числе Антунов. Значит, расстояние эти увеличиваются, и количество этих дронов тоже увеличивается. Вообще, Украина, у нее такая дроновая доктрина, они вполне себе понимают, что их возможность вот завалить этого Голиафа, это как раз сделать все более эффективно, сделать более эффективные FPV дроны, сделать более эффективные наблюдательные дроны, сделать более эффективные дроны Камикадзе. Получится или нет? Опять же, вопрос открытый, но совершенно очевидно, что Украина более гибкая, более изобретательная с точки зрения того, что они производят и как они это используют. Ну и последний момент, связанный с этим, это конкретно с Алабугой, потому что я говорю, у меня к этому месту особые чувства. Ну, во-первых, я на самом деле очень люблю Татарстан, конкретно Казань, но, помимо прочего, эта Алабуга меня раздражает тем, что там реально взяли и просто подростков заставили собирать дроны. И подростки эти оттуда выехать не могут, потому что за это штраф у них там полагается. То есть они как бы, ну опять же, знаете, об этом чуть далее, в общем, короче, у них контракты заключаются, они заключают контракт как бы с университетом. Такие, университет, Алабуга, там все круто, супер. А потом оказывается, когда они приезжают, что их ставят просто собирать дроны, кстати, опасное производство достаточно, и там, значит, в три смены это все, а если разорвешь контракт, то у тебя штраф 2 миллиона рублей. Вот, поэтому, ну типа, российское государство буквально использует подростков и их труд. Я не говорю про законы, там все законы нарушены, все какие могут быть. Там подросток до 18 лет не может работать 12 часов в день, это запрещено, ну и так далее. Вот, и при этом еще они такие, ха, смотрите, вот как у нас мощное производство, как мы все круто делаем, и мы еще даже не начинали. Ничего себе даже не начинали. В Великую Отечественную войну дети тоже работали на заводах, ну там уже прям дети-дети работали на заводах, но это потому что всех мужиков выгребли, все мужики пошли вообще бороться с фашизмом и все такое. Здесь у вас что-то вот эти депутаты Госдумы не на оборонных заводах, насколько я понимаю. Вообще власть рассказывает, что всего хватает, все идут добровольцы в огромном количестве. А что у вас, подростки, тогда дроны собирают? Лучше бы у вас вообще никто дроны не собирал, не чтобы вы ни с кем не воевали, потому что уже и девяностые вернулись, потому что все стреляют на улицах направо и налево, и подростки у вас оружие теперь собирают, а вы потом заламываете руки. Это что вообще такое? Вот тем не менее, вот сам факт того, что родители, в том числе этих детей, они такие, ну ладно, нормально, это какое-то вопиющее, на мой взгляд, абсолютно людоедство. И я надеюсь, что хотя бы после этой истории родители этих детей просто скажут, идите, б***ь, своими двумя миллионами, просто заберут своих детей, и все. И как минимум, там прекратится эта часть вот этого абсолютно людоедского режима. Так, давайте теперь поговорим про саму Алабугу, про этот завод, какой там масштаб, и действительно ли там работают подростки, и как я могу это доказать. Ну, во-первых, давайте посмотрим с вами официальное видео, где просто показано, что они вот, они хвастаются, они рассказывают, что они в этой Алабуге делают. Давайте глянем, оно коротко. Вот здесь камера. Если убрать камеру, и ничего торчать не будет, то где-то он пол-четырех килограмм может нести. Создание корпуса вот этим аппаратом. Значит, вот тут лежат матрицы, в которых происходит формат Катисо. После того, как матрица покрасит, ее переносит сюда и наполняет рягией вот за это. Да, да, да. Закрываем сверху обратной стороной, склеиваем, и при разрывании, расцеповывании этих патриц мы получаем готовый. Она стабилизирована в полете и управляем. Вот, и интегрируем различные камеры, тепловизоры, видеокамеры. А теперь переходим к расследованию издания «Протокол и разворот». Разворот, точнее он называется. «Медуза» его пересказывала в свое время, у них довольно лаконичный пересказ получился, на него и будем опираться. В общем, на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане организована массовая сборка боевых дронов из иранских комплектующих для российской армии. Об этом как раз говорилось в расследовании издания «Протокол» и ютуб-канала «Разворотэ». Алабуга – это особая экономическая зона ОЭЗ в Елабужском районе Татарстана. В 15-16-17-х годах она удоставила ститута «Лучший ОЭЗ в Европе для крупного бизнеса по версии журнала «Идил Интеллигенс» входит в группу «Финэншил Таймс». После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину многие иностранные компании, планировавшие стать резидентами Алабуги и строить там свои предприятия, отказались от этих планов. Кроме того, из ОЭЗ стали уходить крупные резиденты. Среди них американский автоконцерн «Форд», который вышел из капитала совместного предприятия с российской группой «Солерс» по выпуску легких коммерческих грузовиков «Форд Транзит». По словам одного из источников журналистов, война стала болезненным ударом по бюджету Алабуги, а мобилизация по человеческому ресурсу. На все предприятия спустили разнарядку по количеству людей, которых надо отправить на фронт. Источник журналистов утверждает, что сотрудники военкоматов приходили в отдел кадров, туда вызывали работников Алабуги и прям с завода отправляли в военкомат. Этим было недовольно руководство ОЭЗ. В результате там начали нанимать добровольцев для отправки на войну, формально зачисляя их в штат на позиции младшего персонала и передавая военкоматам в рамках разнарядки. После того, как этот способ перестал работать, руководство Алабуги решило взять небольшой оборонзаказ, чтобы сотрудники получили положенную государством отсрочку от мобилизации. По словам собеседника журналистов, изначально Алабуга планировала производить бронежилеты, но придумать соответствующий проект не удалось. В ноябре 22 года ОЭЗ посетил вице-премьер Денис Мантуров, который, как утверждает источник, планировал продавить производство именно дронов на мощностях Алабуги и сделал это успешно. Как утверждают авторы расследования, в Алабуге происходит сборка дронов Камикадзе с Шахет-136. Комплектующие для них полностью поставляют из Ирана. Я отдельно скажу, что это расследование оно было в июле 2023-го. То есть с этого времени немного там изменилось все. То есть там комплектующие теперь не только из Ирана, но есть и российские. Вообще они стараются все это локализовать, что называется. Но держите в голове, что это расследование еще середины лета прошлого года. По информации журналистов, договор с Ираном подразумевает обучение специалистов из Алабуги на территории иранского производства. Первая подобная поездка состоялась в марте 2023-го, год назад. В июле 2023-го обучение проходили старшие специалисты и основной менеджерский состав. Предполагается, что такое обучение в Иране пройдут более 200 человек, в том числе специалисты среднего звена и студенты. По крайней мере, на тот момент предполагалось. Договор подразумевал передачу с иранской стороны конструкторской документации, которую иранские и российские инженеры совместно дорабатывают. Они также адаптируют процессы под российские реалии и потребности. По словам источника, Алабуга не закупала сами дроны, а только получала право на организацию производства беспилотников. Журналисты сравнивают это с покупкой франшизы. Предполагается, что в будущем импорт комплектующих из Ирана будет снижаться. Сначала из списка ввозимых товаров планировали убрать корпус дронов, так как он прост в производстве, затем GPS-модуль и процессор, потому что они в иранских беспилотниках достаточно примитивны. Видимо, потом это все и сделали. После этого в Алабуге планировали научиться делать двигатели. Это утверждалось в расследовании. Там также планировалось построить цех по производству боевой части дронов, но говорилось, что это займет время. По данным расследователям, ангар, где собирают дроны, на тот момент занимал 40 тысяч квадратных метров. Это примерно шесть футбольных полей, чтобы вы понимали. За вот следующий год как раз, то есть к моменту к нынешнему, руководство Алабуге планировало перенести производство части деталей на территорию экономической зоны, а также автоматизировать его. Источник журналистов утверждал, что итоговая площадь ангаров будет больше 100 тысяч квадратных метров. Но сейчас они, по-моему, кстати, и движутся к этой цели, к этой цифре. Журналисты сравнивали это с отдельной деревней, которая занимается только производством дронов для российской армии. В предположении журналистов также оказалась Excel-таблица с вопросами о дронах для иранской страны, в том числе о производстве аппаратов и отдельных частей для них. По словам источника, это документ, составленный в самом начале сотрудничества. В одном из столбцов перечисляются компании «Альбатрос», «Авиатест Аэро», «Суперкам» и «Алабуга». Все они, как отмечается в расследовании, связаны с особой экономической зоной. Вашингтон-Пост со ссылкой на данные американской разведки еще в ноябре 2022 года писала, что представители России и Ирана договорились о производстве сотен иранских беспилотников на российской территории. В начале февраля 2023 Wall Street Journal сообщила, что власти России и Ирана рассматривали возможность построить в «Алабуге» завод по производству иранских дронов «Камикадзе» «Шахет-136». По информации издания, 5 января Татарстан посетила иранская делегация, которая осмотрела пустующую площадку под строительство. Предполагалось, что на заводе в Татарстане будут выпускать не менее 6 тысяч беспилотников в год. То есть, что мы имеем? Мы имеем абсолютно доказанный факт того, что вот эта вся экономическая зона «Алабуга», она была отдана под производство дронов. У нас есть видеозаписи непосредственных, ну, как бы, они хвастались, они буквально хвастались, что они там производят дроны. У нас есть данные американской разведки, у нас есть данные западных медиа, да и у нас все. Ну, слушайте, это вообще не вызывает вопрос. Но вот то, что там производят дроны, даже никто и не скрывает. Ну, вы скажете, а при чем тут студенты? Это бедные несчастные студентики, бедные несчастные студентики, которых, значит, посекло, судя по всему, приносительно дарить. Ну, кстати, здесь, наверное, ирония моя не настолько уместна, сколько обычно, потому что, слушайте, ну, конечно, когда мы говорим о несовершеннолетних, здесь немножко другое вопрос. Понятно, что 17-летние убы, да, понятно, что еще полгода их, возможно, там через армию отправят на фронт. Но факт остается фактом, как бы. Мы презюмируем, что до совершеннолетнего возраста человек не имеет полноту, полноту ответственности за принимаемое решение. Ну, то есть, типа, за какие-то имеет, за какие-то нет. Ну, в общем, из того, что вы узнаете дальше, вы знаете, что они в некой такой кабале находятся, и я надеюсь, что это тоже изменится после этих ударов. Ну, в общем, в любом случае, причем здесь студенты, которым я, честно, абсолютно зла не желаю, это как бы не люди, которые сознательно пошли и такие, да, я буду строить оружие, чтобы убивать украинцев. Как бы это во многом жертвы обстоятельств. Другое дело, что их жертвы не сравнимы с жертвой украинцев, по которым летят эти самые герани, эти самые шахеды, которые вырубают электричество, воду, отопление, которые прилетают в жилые дома и убивают там людей, да, поэтому это здесь несравнимая история. И все равно каждый человек, даже если он подросток, должен понимать, что он делает, должен понимать, что он помогает строить оружие преступления. Да, конечно, взрослые дяди захотели его подрячь под это, чтобы им как живым щитом прикрыться. Но, тем не менее, ну, подросток уже достаточно вообще обладает мыслительной деятельностью, по крайней мере, дееспособным частично становится 14, для того, чтобы понимать, что он помогает убивать людей. Но в любом случае, давайте больше поговорим о том, как там все это устроено и при чем тут вообще студенты. После начала полномасштабной войны России с Украиной в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, как мы уже с вами установили, было организовано массовое производство иранских ударных беспилотников в Шахет, к сборке которых привлекают студентов колледжа Алабуга Политех. Об этом как раз говорится в следующей части расследования журналистов издания «Протоколы» и YouTube-канала РСВРТ. Алабуга Политех это учебное заведение, обещающее студентам возможность освоить профессии будущего и зарабатывать до 70 тысяч рублей в месяц. Отдельно меня бесит, что огромное количество блогеров это рекламировало. Вот этих развлекательных блогеров на YouTube, да, на тот момент, может, они не знали или, может быть, до сих пор не верят, но они прям активно рекламируют, типа, это профессии будущего, вас научат там инженерному ремеслу, программистами станете. А по факту блогеры, которые это рекламировали, зазывали подростков на военный завод. То есть, еще раз, может, не знали, но вы зазывали подростков на военный завод. Подумайте об этом, господа блогеры, вообще, и до каких пор вы собираетесь на компромиссы, и те, особенно те, которые не зигуют через это, что называется. Вот, это отдельный, конечно, пласт, вот это, вы знаете, айсберг, айсберг чудовищности, и вот это на этом айсберге чудовищности отдельный пласт. По данным журналистов, зарплата студентов, участвующих вот в производстве дронов, зависит от выполнения плана. В среднем они получают 30-40 тысяч рублей в месяц. При этом учащиеся рассказывают, что иногда им приходится работать по несколько дней практически без сна и еды. На вопрос, почему студенты не выступают против такого отношения к ним? Один из них ответил, все боятся, мне вообще нельзя этого говорить. Руководство нас очень сильно запугивает по этому поводу. Одна из студенток рассказала журналистам, что учащимся запрещено разглашать информацию о балабуге, поскольку это предусмотрено договором об обучении. В случае нарушения условия этого документа студент вынужден будет заплатить от полутора до двух миллионов рублей, говорится в расследовании. Никто ничего не говорит и не скажет. Я сейчас тоже достаточно рискую, потому что у нас везде и камеры, и прослушки, и чего только нет, но в принципе мне на самом деле не страшно, потому что я понимаю, что то, что происходит здесь, полная жей, сказал один из учащихся. Студенты утверждают, что от сборки дронов отказаться нельзя. Нам все это, в принципе, очень сильно не нравится, но уйти с проекта невозможно. Ты либо отчисляешься, либо сидишь на проекте, сказал один из студентов. Другой студент сообщил, что у всех, кто занят производством дронов, служба безопасности Алабуги отбирает телефоны перед началом работы и просматривает переписку, в связи с чем была куча отчислений за распространение информации. При поступлении в колледж родители учащихся подписывают документ, который обязывает выплатить крупную сумму денег в случае отчисления. Учащиеся по специальности юристы и экономисты должны выплатить 420 тысяч рублей. На других направлениях сумма выплат составляет около 170. Алабуга полностью ломает человека и строит из него того, кого хочет видеть руководство, сказал журналистам один из студентов. В колледже регулярно проводят соревнования по пинболу. Цель пинбола отсеять слабаков и сопляков на первоначальном этапе. Они должны отчислиться сами. Студенты должны страдать. Им должно быть больно. Цитируются в расследовании слова заместителя гендиректора Алабуги Сергея Алексеева. Как пишут журналисты, проигравших в игре заставляли бегать вокруг колледжа или рыть окопы. Там жестоко наказывали. Могли просто расстрелять теми же шариками. Вообще это очень больно. Особенно для тех, у кого кожа чувствительна и синяки долго проходят. Вот у меня за неделю они не проходили. Рассказывала бывшая студентка колледжа Настя. Имя изменено. Другая студентка сказала, за отказ участвовать могли вызвать на разговор к ЭЧАРу, работнику отдела кадров. А если вызывают на разговор к ЭЧАРу, то это страшнее смерти. Лучше уж расстрел, сказала она. По итогу, что мы умеем? Мы имеем просто, ну, что-то невероятное. Мы имеем особую экономическую зону, которую превратили в гигантский полигон по строительству дронов. Гигантский, там, сто тысяч квадратов. Да, это деревня по производству дронов. Кадры, которые мы видим, вот эти шахеды снимаются, висящие, как, не знаю, как Хамон. Это, скорее всего, оттуда, да, то, что они показывали. Там производят эти самые шахеды. У шахедов есть только одна цель. Шахеды запускаются для уничтожения украинских городов. Они регулярно прилетают по жилым домам. Они регулярно прилетают по объектам инфраструктуры. Это террористическое фактически оружие. По крайней мере, используется оно России для террористической тактики. И производят все это подростки, которых там фактически психологически ломают для того, чтобы они продолжали терпеть унижения и для того, чтобы они продолжали производить оружие, оружие для убийства. И вот туда прилетел украинский дрон. Это не общага. Это общага на военном объекте. Это общежитие, в котором живут сборщики, оружие, и которые собирают его каждый божий день для того, чтобы как можно больше людей убить в Украине. Ужасно ли то, что эти сборщики это подростки или там совсем юные взрослые? Конечно, это чудовищно, но не надо путать, кто их туда, в эту общагу поселил, кто поставил подростков на конвейер собирать оружие для убийства, кто этих подростков в три смены заставляет каждый день конструировать детали, которые будут отнимать жизни у людей по другую сторону границы. Собственно, это в очередной раз демонстрирует несколько вещей, насколько беспринципна российская власть на всех уровнях. Я много раз рассказывал, что у Миниханова вообще, то есть Татарстан, это диктатура в диктатуре. То есть уж Путин-то насколько упырь людоеда диктатор, но Миниханов и его умудряется переплюнуть периодически. И это как раз один из ярких примеров. И самое поразительное, знаете, что они прям гордятся этим. Ну то есть они сами про все это рассказывают, они сами рассказывают, типа смотрите, как круто, у нас студенты здесь делают вооружение. Им уже плевать на законы, на конституцию, на то, что они там вообще с этими детьми делают. Всем наплевать, родители боятся, дети боятся. Окей, подростки, я не хочу называть их детьми, потому что это спекулирование. Все-таки, когда мы говорим детям, мы представляем каких-то там, ну не знаю, у станка стоит какой-нибудь 7-летний парень, пытающийся закрутить. Не, подростки, 16-17 лет, ну то есть типа уже почти считайте взрослые ребята. Я в 16-17 лет уже как бы, не знаю, к ЕГЭ готовился и вообще жил, что называется, полной жизнью. Тем не менее, все равно это буквально люди, у которых, понимаете, у которых нет возможности и полного спектра механизмов защиты. Да, у многих совершеннолетних тоже не бывает его, но здесь это по умолчанию так устроено. И вот, теперь прилетает дрон, и они заламывают руки и рассказывают, что же вы бьете по нашим несчастным студентам. Так кто их сделал несчастными? Кто их поставил? Дроны пилить. Кто им общаги там на том же месте делает? Вот цех, вот общага, прям рядом. Потому что, ну, не думали, не думали, что Украина и получится. Не думали, что Украина и получится дроны, которые смогут долететь. Понимаете, это вот вообще вся история с российским вторжением. На каждом его этапе и российские солдаты, и российские генералы, и российское общество думает, что война будет там, а нам ничего не будет. Что там будут убивать, наши мальчики будут убивать там людей, а мы будем спокойно жить, радоваться и веселиться. Понимаете? И они все так... И когда начинают прилетать от ветки, когда начинают идти какие-то обстрелы Белгорода, когда летят дроны по НПЗ, когда летят дроны по Москве, когда прилетает дрон в Кремль, когда летит дрон в Татарстан, они начинают присчитать Анаста за что? Потому что они надеялись, что там людей будут убивать, что там будут все проблемы, что там война коснется. Она пришла в Россию в виде боев в Белгородской и Курской области, в виде беспилотников, которые летят по российским объектам топливной и военной инфраструктуры, в виде цен, которые растут и инфляции, в виде мобилизации, которая забрала их родных и близких и которые уже во многом похоронены и, соответственно, ранены или в плену находятся. Это так, так работает война в обе стороны. Поэтому не надо сначала делать из подростков соучастников убийств, а потом рассказывать, что же вы бьете по подросткам. Но в любом случае будем смотреть за развитием этой истории, за ударами дронов и за тем, что будет с этой самой Алабугой. По-настоящему проклятое место, которое уже есть в том числе в американских санкциях. Натурально. Завод с подростками, производящими... Извините, я много раз это повторю, но я, правда, очень давно все думаю, думал, как про эту историю рассказать, чтобы передать мой диссонанс от реальности, сколько я повидал, диссонанс от реальности вот с этим местом проклятущим абсолютно. И думаю, что сегодня это как раз стало наглядно видно.